Компания Arctic Truck, известная бескомпромиссным внедорожным тюнингом, расширит портфолио новым проектом. На этот раз под руку исландскому ателье попался пикап Ford F-150. Работа над Ford пока не закончена, однако машина уже прошла испытания ледниками Исландии. Пикап оснастили огромными колесами внешним диаметром 44 дюйма. Уникальные шины спроектировала и изготовила финская Nokia. Чтобы вместить огромные катки, приподнята подвеска и кузов, а также переделаны крылья. На них появились широкие расширители. Под капотом скрывается бензиновая шестерка с двойным надувом, а другие подробности, видимо, раскроют позже. Тем временем российское отделение ателье Arctic Trucks начало продавать у нас доработанные пикапы Isuzu D-Max. Этой моделью исландское ателье уже занималась, но теперь речь идет о модернизированной версии, ведь в прошлом году прошел рестайлинг D-Max. Вместо дизеля 2,5 появился трехлитровый мотор и новые коробки передач, шестиступенчатая механика и автомат. И вот для этого пикапа Arctic Truck предлагает свой пакет доработок. Интересно, что арктическое исполнение можно заказать для всех D-Max с любой трансмиссией, с одинарной или двойной кабиной. Базовый пакет стоит 650 тысяч рублей. В него входят шины внешним диаметром 35 дюймов, перекалиброванный спидометр, бамперы и расширители арок. Подвеска приподнята на 10 миллиметров, кузов на 30. Доплатить сверху можно за металлическую защиту двигателя и коробки передач, пневматическую блокировку межосных дифференциалов, лебедку, кунг, шноркель и другие внедорожные атрибуты. Юридическое лицо GM Автоваз прекратило свое существование. В 2001 году компания была создана как совместное предприятие Волжского автозавода и американского концерна General Motors. Третьим партнером тогда выступил Европейский банк реконструкции и развития. В прошлом году GM продал свою долю акции Автовазу. Итальятинский автогигант оказался единственным, хозяином автозавода, где выпускают внедорожники Chevrolet Niva. Теперь бывшая ЗАО GM Автоваз зарегистрирована как АО «Ладо Запад Тольятти». А вскоре название сменят и «Шевроле Нива». Скорее всего внедорожник вернет себе название «Ладо Нива». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok